26 июня президент Азербайджанской республики, победоносный верховный главнокомандующий вооружёнными силами Илхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на возданном военном городке Энской воинской части военно-воздушных сил Министерства обороны и служебных квартирах, предусмотренных для семей военнослужащих военно-воздушных сил. В начале президент Илхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в военном городке Энской воинской части. Информируя о работе, проделанной в военном городке, министр обороны Закир Гасанов сказал, что в построенном здесь здании штаба созданы все условия для обеспечения деятельности командованием воинской части на высоком уровне. Президент Верховный Главнокомандующий Илхам Алиев пришёл на стартовую позицию находящихся на военном дежурстве зенитно-ракетных комплексов С-300 ПМУ-2 «Фаворит». Президент Верховный Главнокомандующий Илхам Алиев также был проинформирован о мобильном командном пункте, оснащённом новым и современным оборудованием. Затем Верховный Главнокомандующий был проинформирован о некоторых видах военной техники военно-воздушных сил. Затем президент Илхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новых служебных квартирах, предусмотренных для военнослужащих военно-воздушных сил. Министр обороны Закир Гасанов проинформировал главу государства о созданных в квартирах условиях. Было отмечено, что новый военный городок предусмотрен для офицеров и прапорщиков военно-воздушных сил состоит из 48 служебных квартир в двух зданиях. Во всех квартирах созданы условия для комфортного проживания военнослужащих вместе с семьями. Это позволяет говорить о том, что улучшение жилищно-бытовых условий военнослужащих, обеспечение их новыми домами находится под особым контролем Верховного главнокомандующего Илхама-Олива.